Библиотека, в которую хочется ходить. Это первое, что приходит в голову после посещения детской городской библиотеки имени Пушкина. Существование храма книг имеет большую историю, ведь это один из древнейших культурных институтов. В древности далеко не все имели право их посещать, но время идет, мир меняется, а вместе с ним и библиотеки. Испокон веков они окутаны облаком таинства, тишины и спокойствия. Но эта детская библиотека ломает стереотипы. Она для детей. Она подстраивается под современный мир. Раз в месяц у нас проходят презентации авторских выставок, таких замечательных наших юных брещан. Наша библиотека очень необычна. Чем она необычна? Обычно в любых библиотеках это тишина, книжный запах, уникальные новые интересные книги. Но у нас это еще шум и движуха. В нашей библиотеке всегда проходят очень интересные мероприятия. Это не только выставки, это не только встречи с писателями, это квесты, игры, викторины и много еще разных интересных вещей. Во время этих мероприятий наши мальчики и девочки, которые приходят к нам, им разрешается смеяться, шуметь, бегать, но во время мероприятий. Герой сегодняшнего дня Матвей Вельгас. Это талантливый юноша, который доказывает, что диагноз аутизм не приговор. Он не мешает проживать интересную жизнь, находить новые хобби и развиваться в них. Матвей в постоянном поиске новых идей и новых мест. Как итог, выставки. Сегодняшняя не первая. Первая была посвящена фотографии. Его мама Ольга Вельгас говорит, что с живописью получилось спонтанно, но очень удачно. Матвей начал рисовать сразу акриловыми красками на холсте. Вдохновляется он картинками из интернета или фотографиями, которые когда-то сделал сам. Просто живые коты и яркие пейзажи, натюрморты. Ощущение, что они вот-вот и просто выйдут из холста. Так реалистично и ярко они изображены. Не каждый взрослый так смог бы. У ребенка есть какая-то цель. Он утром идет в школу, он уже выкладывает то, что он будет рисовать, готовит краски. Вечером он приходит, поужинал и садится рисовать. В выходной он тоже рисует. То есть он старается и у него есть цель. Он знает, что он будет рисовать. А это значит, что он как-то структурирует свое пространство, свое время. Это здорово. Котов очень любит. Кот у нас живет. Началось все, конечно, с нашего кота, с фотографии нашего кота. А так он очень часто выбирает именно фотографии каких-нибудь ярких таких вот котов с яркими глазами. Вот последний. Матюша, покажи свою крайнюю работу. Покажи. Покажи вот так вот. Обратили сами внимание, если взрослый человек, обычный человек берет в руки кисть и начинает творить, он и расслабляется, и сосредоточивается его внимание, и проявляется какая-то фантазия. И когда ребенок с какими-то особенностями, или это ДЦП, или аутизм, или еще какие-то другие отклонения в развитии, вы знаете, я думаю, что это очень помогает. Ребенок становится спокойнее, усидчивее, развивается фантазия. Ну и плюс ко всему проявление его творческого начала, это помогает поднять его самооценку. После ознакомления с работами выставки дети приняли участие в квесте по картинам Матвея. Перебегая из зала в зал в поисках новой загадки, дети проявляли смекалку, развивали логику, где-то даже спорили. Но, как мы помним, в споре рождается истина. В одном из залов был организован мастер-класс «Рисуем вместе». Кстати, такие занятия в библиотеке проводятся два раза в неделю. Ребята учат использовать разные техники рисования, что помогает не только развить фантазию, но и разработать мелкую моторику.